Мазюка. Знакомьтесь, так зовут этого обаятельного парня. А путешествие с Мазюкой – это название нового творческого проекта воскресенской жизни для детей, подростков и взрослых, не желающих стареть. На этот раз Мазюка вместе со своей подружкой и нашим юным корреспондентом Раей Бондаревой отправились в Краеведческий музей, где их встретили очень тепло. Изумительно. Наш маленький помощник. В редакции работает. Я поняла. На полстатки. Советское детство. Так называется новая выставка в Воскресенском Краеведческом музее. Открылась она совсем недавно. Рая и Мазюка были среди первых посетителей. Ими рассказала экскурсовод Светлана Кропотова о том, как жили дети в советское время. Не зря наш Воскресенский Краеведческий музей называется народным. Огромная благодарность людям, кто не выбросил их на помойки, потому что сейчас они служат нам достоверными такими вещами. Мы через них можем эпоху мы просто рассказать, об эпохе рассказать. Они очень интересны, они уникальны. Собственно, вся выставка и представлена в виде небольшой уютной детской комнаты. Она с мебелью, игрушками, старинной радиолой, покрутив тумблеры, которые можно было поймать заграничные радиостанции. Редкость, если кто-то мог настроить себя еще и на какие-то западные американские волны, это была редкость. Да-да-да. И там уже запрещено было, но если настроиться, потихонечку слушали. Неизменными атрибутами советского детства были плюшевые мишки, набитые ватой, детские креслица под горшок, конечно же банки, которыми лечили детей и многое другое. Да, это было нечто страшное для того времени, но очень-очень эффективное средство для лечения. И они были в каждом доме, наверное. Все экспонаты здесь настоящие. В настоящем комоде сложены настоящие фланелевые ползунки и распашонки для малышей, которые прекрасно сохранились и по качеству заметно превосходят нынешнюю детскую одежду. Из разряда вечного здесь также фотографии. Настоящие снимки детей не из интернета, а из альбомов воскресенских семей. И много других экспонатов, от которых оставаться равнодушным нельзя. Даже немножко слезки покатились по лицу. Хотелось вернуться обратно вот в это советское детство. Потому что, что бы ни писали историки, как бы они не оценивали наши эпохи, и то, что было до советского времени, и что было в советское время, сейчас мы точно знаем, уже обмануть нас никто не сможет. У Рай с Мазюкой тоже остались незабываемые впечатления от выставки «Советское детство». Когда я вышла с выставки, мне очень захотелось попасть в то время, поиграть с ребятами, погулять, поговорить. Наталья Уткина, Рая Бондарева, Александр Грачев. «Воскресенская живая газета» специально для программы «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова